В Югре начался прием заявок на новый масштабный проект для молодых специалистов кино и медиаиндустрии Art Masters Regione. В этом году национальный чемпионат творческих компетенций полностью посвящен кино. Для участников нет ограничений в профильном образовании. Подать заявку могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году Югра выступает региональным координатором работы участников от Уральского федерального округа. Чтобы у кинотворцев была возможность снимать, организаторы помогут наладить логистику, выделят оборудование для съемки, а также обеспечат проживание и питание на территории округа для иногородних участников. Победители чемпионата получат грант на производство полнометражного фильма. Чтобы заявиться на конкурс, нужно выполнить несколько простых шагов. Мы, естественно, ждем тех, кто желает проявить себя. Ну и, собственно, в положении прописаны определенные условия участия. У участия должно быть подтверждено портфолио и работами, которые есть уже за плечами у будущих заявителей. Это будет означать, что они действительно знают, на что заявляются, знают о чем говорят, знают, что хотят. Отбор очень-очень серьезный. С каждым годом заявок просто в разы больше, на тысячи больше. Хочется, конечно, попасть, но вот не теряю надежды. В Ханты-Мансийске все. Готово к проведению матча «Русская классика». Это яркое событие для Всероссийской хоккейной лиги. Дело в том, что один из матчей регулярного чемпионата проходит под открытым небом. Каждый раз место проведения матча меняется, и столица «Югры» впервые примет такое событие. Игра пройдет на стадионе «Югроатлетикс». Здесь построили хоккейный корт. Сегодня прошла финальная заливка льда. Уже завтра в Ханты-Мансийск приедут звезды отечественного спорта, журналисты и почетные гости. 3 ноября на лед выйдут следж-хоккеисты «Мамонтята» «Югры», а после состоится товарищеский матч между командами «Главк» и «ВХЛ». А 4 ноября «Югра» встретится с тульской командой «АКМ». Болельщики не только смогут поболеть за любимую команду, но и выиграть множество подарков. Один из которых станет смартфон. Сам матч покажут в прямом эфире федерального канала. Югорчане могут покорить 25 километров по воде. Это новая дистанция на заплыве «Иксвотерс». Он уже традиционно пройдет в июле следующего года. На выбор для участников вновь три дистанции. Для новичков два, для более опытных десять и для мастеров 25 километров. Если говорить о последней, то во время этого заплыва участники смогут покорить сразу две игорские реки – Иртыш и Обь. Стартуют пловцы из Ханты-Мансийска, а финишируют в деревне Белогорье. Каждого спортсмена будет сопровождать лодка со спасателями. На сегодняшний день организаторы объявили о том, что на эту дистанцию заготовили всего 20 слотов. Отмечу, что скорость течения почти 6 километров в час. До заплыва допускаются только хорошо подготовленные пловцы. Мастер СТО из Советского умудрился продать на запчасти автомобиль, оставленный ему на ремонт. Расследование этого случая началось с выявления публикации в соцсетях. Было сообщение о пропаже иномарки. По данной информации, сотрудники уголовного розыска инициировали проверку. По итогам которой нашли подозреваемого. Установлено, что хозяйка автомобиля живет в Екатеринбурге. Автомобилем пользовалась ее мать, работающая вахтами. После поломки иномарки женщина сдала ее на СТО. Это было в 2021 году. Ремонт занимались разные мастера, пока дело не дошло до рук злоумышленника. Он перестал выходить на связь с владелицей авто, а позже и вовсе заявил, что машины у него нет. Сумма ущерба для потерпевшей составила около 250 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Фигуранту, к слову, ранее судимому грозит до 5 лет тюрьмы.